доброе всем утро у нас завтрак на завтрак у меня сырники 200 грамм творога 5 процентный добавила еще 20 грамм изюма вот видите прям видно его изюма одно яйцо кукурузная мука у не здесь поэтому не такие вот прям желтенькие видно 30 грамм кофе с молоком молока 32 грамма все будем завтракать приятного нам аппетита вам если вы кушаете время перекуса на перекус сегодня будет вот такой вот данон творог 5 процентные и яблоко она 120 грамм здесь сколько сейчас сынок 170 все будет мой перекус еще в программу не вбивала сейчас вобью будет видно да да привет привет да да с возвращение меня на путь стройности наконец-то девочки наконец-то уже сама сегодня встала на весы и если честно понимаю что нельзя больше откладывать брать там себя в руки как-то себя настраивать не надо настраивать надо просто брать и делать потому что я сегодня встала на весы ужаснулась получается у меня отдыха от моего питания было девочки полтора месяца и просто полтора месяца дали о себе знать очень сильно если честно я не знаю показывать вам свой вес или нет потому что безумно стыдно но по и по идее чтобы честны с вами то как бы показать бы надобно да не знаю я подумаю честно подумаю вот что еще хотела сказать девочки сейчас у меня немножко поменяется а мои тарелки в плане того что я не буду чисто питаться на 1700 я немножко сделаю такие вот знаете как качели для своего веса я буду питаться где-то с расчетом так 1500 50 ну 1600 1700 вот в это вот в этой рамке буду себя придерживать и девочки вы меня извините но я уже буду показывать такие более простые наверное рецепты потому что иной раз хочется хочется съесть допустим суп а ты блин ну не снимешь не покажешь хотя с другой стороны что такого мы все люди да и что хотим то и едим поэтому буду показывать вам не только красивые там какие-то выдуманные и изысканные где-то найденные рецепты и салаты а просто как как вот обычный человек в обычные дни потому что иное бывает просто быстро 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 и все так что возвращаюсь я свой марафон ну правда это не не буду знаете называть его честно марафона потому что вообще слово марафон это какая для меня гонка куда-то спешка не хочу никуда гнаться плавно нежно с расстановкой буду уходить все хватит уже честно а то получается знаете как мама моя похудела худеет дальше если бы в руки не могу взять уже минус у нее мама минус 37 а я блин все никак вот поэтому будет сейчас у меня дневник похудения буду буду вести свой дневник показывать вам как питаюсь и если с какими-то проблемами сталкиваюсь той же головой буду с вами делиться надеюсь на вашу поддержку что вы скажете юля давай давай и спасибо огромное что никто мне не написал куда ты там делась своими тарелками ты так разжирела девочки разжирела реально но по-другому не сказать знаете я вот тот человек которому стоит только что-то понюхать и и сладкого или печеного и я прям реально пухну у меня было такое что за это время что я могла есть всего лишь два раза в день или поесть один раз нормально кирюш потише пожалуйста один раз нормально с утра да а вечером чем-то перекусить и ничем полезным еще хотела затруднить такую одну тему просто вчера посмотрела видео одной такой женщины она прям молодец возраста где-то моей мамы она уже похудела если я не ошибаюсь на 25 килограмм что ли и она вчера показала свои также тарелочки но есть один нюанс что она сказала что у нее в борще в тарелке борща 600 калорий я прям если честно я когда услышала такая что я же я же вам говорила то что я была это в одиннадцатом году или в каком уже не помню точно врать не буду в барментале где нас учили как рассчитывать калорийность блюд сложных и когда мне когда вот она сказала что там 600 калорий блин ну там реально должен быть тогда золотой борщ и я на днях с кириллом когда читали книгу нашла вот такую вот свою книжку это с барментале я тогда его покупала книжка как раз по восьмого или девятого года до изготовления так скажем издательство правильно сказать вот конечно она не издавалась не в вольске не здесь а с москвы и кстати сейчас насколько я знаю барменталь вообще поплохел в плане того что людей обманывают у нас даже слышала один случай в краснодаре набрали группу деньги взяли а контуру закрыли вот что не знаю и вот здесь как раз таки сейчас я вам ближе покажу есть лице не рецепты а вернее а рассказывается как правильно рассчитывать такие вот блюда да сами сами когда готовишь уже прям вот как это надо делать сейчас я вам это найду и покажу уже поближе девочки я надеюсь вам будет видно вот у меня прям есть пример расчета калорийности сложных блюд я вот это конечно все читать здесь не буду если кому-то интересно пожалуйста остановите и прочитайте как здесь написано чтобы вот не пересказывать все как как здесь написано да и вот ее продолжение получается просто расскажу суть вот здесь представлен пример салат оливье написан в столбик весь состав салата это граммов к салата получается здесь второй столбик мы дорисовываем калорийность продукта то есть сколько калорий в 100 граммах куриной грудки чтобы вы высчитать калорийность на 200 грамм да понимаете то есть вот здесь еще мысленно рисуем еще один столбик и так проделываем с картошкой молодой огурец все тоже то есть огурец там по моему 13 калорий если не ошибаюсь 13 умножить на 200 то получается видите 26 калориев ну правильно говорю и вот здесь все просчитываем вот здесь у нас получается общий для того чтобы посчитать на 100 грамм нам нужно граммовку вот эту всю сплюсовать всех продуктов чтобы получилась итоговая граммовка всего блюда здесь тоже считываем всю калорийность плюсуем все вместе и вот у нас выходит общая калорийность вот 971 грамм и чтобы рассчитать на 100 грамм всего изготовленного блюда да вот эти 971 калорийность нужно разделить на граммовку и мы умножаем на 100 на 100 на 100 просто господи на 100 грамм хотел сказать просто на 100 и вот в итоге видите как здесь почти посчитано на 100 грамм продукта выходит 77 из 68 то есть 100 грамм оливье из куриной грудки получается 77 грамм все то же самое но здесь видите выгодные и менее выгодные продукты здесь указано что колбаса докторская и вот разница какая в калорийности получается практически в два раза даже больше и то же самое девочки когда делается какой-то суп суп плюсует в суп плюсуется вода пишется вода сколько было миллилитров но естественно воды ноль калориев но вода учитывается в общей массе поэтому когда супы там вообще мизер мизер получается из расчета того что есть там жидкость еще что хорошее хорошо кстати в этой книжке здесь показаны девочки рецепты что-то я про нее вообще забыла причем рецепты такие знаете я вчера уже когда открыла думаю дайте я посмотрю рецепты что-нибудь интересное и тут нашла и прям в оглавлении салаты из грибов весь просто вот видите прям пишет салаты из грибов все вот эти ну все что хочешь и я открываю салат из шампиньонов девочки и тут пойдут как раз таки мой салат который я готовила с лук морковка господи какая фасоль красная и шампиньоны да я заправляла только я сметаной а в рецепте написано майонезом я прям удивилась думаю вот они откуда берутся рецепты не знаю то ли из книжки кинули в скажите мне в интернет то ли с интернета в книгу одно из двух не знаю кто кто вперед так вот буду смотреть рецепты отсюда есть такие интересные варианты даже одна задумка на сегодня на ужин но я не знаю здесь такой есть один нюанс который никогда не делали никогда не жарила яичные блины вот именно чисто из яйца не знаю если получится то будет круто вот так что буду пробовать уже рецепты отсюда что-то искать интересное но единственное что здесь вот почему-то заправка майонезом майонез я вообще в принципе не особо любитель только в каких-то блюдах там на новый год или что-то но на повседневку я его не люблю я буду заменять майонез сметаной и что здесь хорошо вот так вот в блюдах девочки здесь видите сразу прописано допустим салат с грибов и овощей видите сразу граммовка и калорийность и высчитана общая калорийность на 100 грамм этого салата есть всего на всю массу так скажем и чем хорошо было когда я худела именно вот по бармиталю да именно здесь было то что нет не было акцента знаете на бжу а вот именно на калорийность и было удобно что того что ты сосчитала общую калорийность все блюда которого ты приготовила то есть я вот готовила блюдо до на несколько дней но я посчитала разочек я знала калорийность и все я была спокойна не учитывая бжу иной раз мне кажется я буду делать так в плане каких-то вот блюд готовить да и для всей семьи и для себя общую калорийность и посчитаю по старинке до записывая на бумажке и в том все столбик высчитав как как вот эти вот сложные блюда и просто не буду учитывать его допустим вот в этой вот каково скажите программе буду приблизительно добавлять сколько у меня вышло калорий на тот или иной продукт в граммовке приготовленных посчитавшись самой и вот это буду все суммировать я надеюсь вы поняли что я хотела сказать так что вот такими делишки начинаем два три пять семь который раз надеюсь да когда иду уже до конца хватит правда так что дневник похудение все девочки дальше смотрим мои тарелочки ну что мне время обеда на обед у меня будет здесь у меня грибной суп из грудки здесь очень много грудки но я его готовила не сегодня поэтому калорийности у меня нет но так на вскидку здесь мне кажется как калорий 17 на 100 грамм здесь мне 510 грамм 23 грамма хлеба черного нету поэтому будет белый и сливу потому что супом этим не наешься сливы 257 7 грамм но я ее съем потом вычту косточки чтобы ну кости же я не ем поэтому и не считаю все буду кушать приятного мне аппетита гирюх тоже лопает все кто кушает тоже приятного аппетита девочки время ужина здесь у меня 260 грамм горбуши кусочек молока и салат 200 грамм я так понимаю сегодня мне будет конечно конкретный недобор я вам обязательно ставлю скрины своей программы чтобы да не удлинять видео покажу сколько у меня чего и как ну так сказать конечно вот не выгодно в этом плане супы потому что ты конкретно не добираешь с калорийностью потому что супы по калорийности меньше как бы все на этом получается ничего другого как бы но есть уже и не захочешь вот если только дополнительно делать еще один перекус 5 часов допустим где-то вот между обедом и ужином возможно только так но сегодня как есть так что буду ужинать спасибо вам что оставались со мной обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться всех вам благ всего хорошего пока пока